Всем привет! Сегодня поговорим про тригонометрию и ее применение. Тригонометрия, это слово вообще, пришло из греческого. И корень trigon означает треугольники. А корень метрия мы встречаем, когда мы говорим про измерение чего бы то ни было. А значит тригонометрия это измерение треугольников. Ну, погнали измерять! Когда говорят о тригонометрии, вообще говорят о прямоугольных треугольниках. Прямоугольные треугольники это такие треугольники, у которых один из углов равен 90 градусов. У него есть три стороны, как и у любого треугольника, но у прямоугольного треугольника для них есть специальные названия. Смотрите, вот у нас две стороны АС и СБ, особенно тем, что они прилегают к углу 90 градусов. И они называются катеты. Катет 1 и катет 2. Другая сторона, она лежит прямо напротив угла в 90 градусов. Это у нас сторона АВ. И она называется гипотенуза. Гипотенуза. Ух, какое длинное название. И тригонометрия вообще строится вокруг четырех тригонометрических функций. Это, попросту говоря, соотношение между сторонами в треугольнике. Например, есть такая тригонометрическая функция, называется синус. БАС обозначается вот таким образом, син. И если мы говорим, допустим, вот про этот угол острый, БАС, давайте его назовем альфа. Если мы говорим про синус угла альфа, то это просто отношение противолежащего катета. Это у нас БС, противолежащего катета, БС, противолежащий, потому что он лежит напротив угла альфа. К гипотенузе АВ. Гипотенуза, она у нас всегда АВ. Каким бы ни был противолежащий катет, гипотенуза всегда АВ. Итак, это был синус. Следующая функция называется косинус. Обозначается вот так вот, кос. И если мы до сих пор ведем речь про угол альфа, то она равна отношению прилежащего катета, прилежащего катета, его длина равна АС, к гипотенузе все той же самой, которая равна АВ. Так, синус, косинус, разобрались. Есть еще две функции. Одна из них называется тангенс. Тангенс. Обозначается вот так, ТГ. И тангенс угла альфа равен отношению противолежащего катета, углу альфа противолежит катет БС, к прилежащему катету, то есть к АС. Итак, тангенс равен соотношению противолежащего катета к прилежащему. И, наконец, еще одна функция называется котангенс. Вообще легко запомнить, на самом деле. Запомните только синус и косинус, ой, синус и тангенс, а синус и тангенс. И вы сразу вспомните, что есть еще и косинус, и котангенс. Вот и все. Итак, катангенс обозначается вот так, КТГ. Если мы все еще речь ведем про угол альфа, то котангенс угла альфа равен отношению, наоборот, не как у тангенса было противолежащего катета к прилежащему, а наоборот, прилежащего катета к противолежащему. То есть АС к БС. Вот и основные 4 тригонометрические функции, с которыми вообще можно перевернуть мир, что, собственно, и делает история в последнее время. Но давайте еще посмотрим на другой угол, просто в качестве примера, на вот этот острый угол, β, и попробуем найти все те же самые функции для него. Синус β, это отношение, как всегда, противолежащего катета к гипотенузе. То есть АС, потому что углу β противолежит катет АС, АС к гипотенузе, то есть к АВ. Так, косинус угла β, это, как всегда, отношение прилежащего катета к гипотенузе, то есть ВС к АВ. Тангенс угла β, это отношение противолежащего катета, то есть АС к прилежащему, то есть ВС. И, наконец, есть еще котангенс. И для угла β, котангенс равен отношению прилежащего катета, то есть ВС, к противолежащему катету, то есть к АС. ВС к АС. Можно заметить интересную штуку, подробно я сейчас разбирать не буду, что синус угла β это то же самое, что косинус угла α. И то же самое с косинусом угла β. Смотрите, он равен ВС деленное на В, точно так же, как синус угла α. Вот немного математической магии. С тангенсами и котангенсами, кстати, то же самое. Тангенс β это АС на ВС, точно так же, как котангенс α. Ну да ладно. Давайте поедем дальше, и предположим, что у нас есть вот такой прямоугольный треугольник, в котором нам известно значение вот этой стороны, пускай она будет равна 3 метрам, и вот этой стороны, пускай она будет равна 4 метрам. И давайте рассмотрим, чем будут равны ее тригонометрические функции. Например, синус, вот это вот угла, назовем его гамма, гамма, он будет равен синус гамма, равен отношению, как всегда, противолежащего катета, давайте сразу пишу, 3 метра АВ, к гипотенузе СВ, которую мы не знаем. Косинус угла гамма у нас равен отношению прилежащего катета, 4 метра к гипотенузе СВ, которую мы, опять же, не знаем. Зато у нас наверняка известно численное значение тангенса, например. А тангенс это отношение длины противолежащего катета к прилежащему, то есть это 3 метра на 4 метра, то есть это 3 четвертых или попросту 0,75. И 0,75 это очень интересный момент. Мы можем теперь с помощью таких штук, которые называются таблицы Брадиса, определить, чему конкретно равен угол гамма. Смотрите, таблицы Брадиса выглядят следующим образом. Брадис, это математик такой был, он вместе с учениками составил таблицы численных значений для всяких математических функций, в том числе тригонометрических, тангенсов, синусов, косинусов и всех остальных. Смотрите, как они устроены. Вот здесь у нас в этом столбце в первом показан угол 0 градусов, 1 градус, 2 градуса и так далее. А вот здесь показаны какие-то 0 со штрижками, 6 со штрижком, что это вообще такое? Это называется угловая минута. Давайте представим, что сейчас я нарисовал вот это 1 градус, хотя на самом деле это, конечно, не 1, а намного больше. Если мы возьмем и поделим этот градус на 60 частей, чего я сейчас сделать не смогу, но представим, что вот это это 1,6 часть градуса. 1,6 часть градуса. И 1,6 часть градуса называется угловая минута. Точно так же, как обычная минута, это 1,6 часть часа. И угловая минута обозначается вот таким штрижком. То есть, если мы говорим про угол, который равен 4 градусам и 5 минутам, то он записывается вот так. 4 градуса и 5 минут. Дальше, если мы эту угловую минуту еще поделим на 60 частей и возьмем 1,6 часть от нее, вот это минуты. То то она это 1,6 часть минуты. Она будет называться угловая секунда. Еще меньше, совсем крошечная. Угловая секунда. вот. Но угловых секунд здесь, конечно, нет в таблице брадис. Они настолько точно вычислены. Но давайте посмотрим, как же понять, что за угол у нас получился. Например, если бы у нас получился тангенс равный 0,00875, то мы бы просто нашли это значение в таблице. Где же оно? Вот оно у нас. 0,875 0,00875. Оно находится на пересечении 5 градусов и 0 минут. Значит, угол, для которого тангенс равен вот такому числу, этот угол составляет всего 5 градусов. Если бы тангенс наш составил, допустим, 0,00875, и 29,24, то мы бы нашли его в таблице. Они здесь все расположены по порядку. 29,24, вот он у нас. 29,24. Тут без нуля целых, просто видимо, чтобы не загромождать пространство. Находится он на пересечении 16 градусов и 18 минут. Значит, угол, для которого тангенс равен вот такому числу, составляет 16 градусов и 18 минут. У нас тангенс составил 0,75. И 0,75. Где же они у нас? ровно такого числа нет, но есть что-то приблизительное. Что-то приблизительное вот тут 0,75, 0,8. Находится на пересечении 36 градусов и так, это второй столбец с конца 54 минут. То есть, наш угол, о котором идет речь, который у нас угол гамма, это 36 градусов и 54 минуты. Вот. А так как этот угол у нас 90 градусов, то этот угол равен 180 градусов минус 90 градусов и минус давайте округлим до 36 градусов просто. То есть, это что-то около 54 градусов. 54 градуса примерно. Вот так работают тангенсы и все остальные тригонометрические функции. С их помощью можно найти недостающий угол или оба недостающих угла или можно даже найти вот эту оставшуюся сторону гипотенузу. Но сегодня мы этим заниматься не будем. Все остальное в следующем видео.